Здравствуйте, уважаемые товарищи! Ну, во-первых, я хотел бы вас поздравить всех искренне со 140-летием Иосифа Фессарионовича Сталина. Тут у нас опять начались спекуляции. Я вот буквально сегодня утром в одной из центральных газет увидел, что типа коммунисты-идиоты, значит, не знают историю, призвали опять поучить историю. Типа Сталина родился по старому стилю 6 декабря, по новому стилю 18 декабря и на год раньше, 1878 году. Ну, это давно и хорошо известно. Я помню, еще в перестроченные времена эту тему активно будировали и потом выдумали целую историю с тем, что Сталин специально, сознательно исправил свою дату рождения, поскольку он был агентом царской охранки. Я помню, что Анатолий Александрович Собчак, не к ночи будет помянутый, он потом написал даже целую книжку, где там разразился таким расследованием по поводу, почему это Сталин сделал и так далее. Действительно, есть одна из анкет, где рукой Сталина написана вот эта дата его рождения, но надо иметь в виду, что мы, как историки, прекрасно знаем, что есть внешняя и внутренняя критика источника. Надо посмотреть, фальшивка это или нет на самом деле, потому что профессиональный историк знает целый ряд критериев. Когда он держит в руках документы, он может даже, проведя внешнюю критику источнику, понять, насколько это аутентичный документ, а насколько это хорошо или, наоборот, плохо сделанная фальшивка. Даже если он родился действительно 6 декабря по старому стилю или 18 декабря по новому стилю, хотя опять-таки там начинает вот эту вот свистопляску с датами, но даже если это так, то делать из этого какую-то сенсацию, а тем более опускаться до подобного рода обвинений, но это, конечно, совершенно никчемное дело, потому что официальная дата рождения Сталина, указанная во всех энциклопедиях, она именно 21 декабря 1879 года. И я напомню, что в 1949 году, когда праздновалось 70-летие со дня рождения Сталина, то именно в этот день проходило торжественное заседание в Большом театре, ну и все такое прочее. Теперь о чем бы я хотел поговорить. Я хотел бы поговорить о нескольких таких ходячих мифах, связанных со сталинской эпохой и с его фигурой. Ну вот классический, например, миф, связанный с именем Сталина, что он, дескать, был на каких-то второстепенных ролях в октябрьские дни 1917 года, что никакого активного участия на эволюционных событиях в Петрограде он не принимал, и что его звезда, лидера партии, а затем и государство, зашла только вот где-то в середине второй половины 20-х годов. А до этого это была некая серая мышка, которая по своему аппаратному весу, по своему влиянию, по своему авторитету серьезно уступал таким вождям партии, как Ленин, Троцкий, Камень, Взиновье, Бухарин и так далее, и так далее. Но это ложь на самом деле, поскольку хорошо известно, что Сталин еще до октябрьского переворота был включен в состав, первого состава Политбюро. Это политическое бюро было создано специально для организации подготовки взятия власти, не путать его с тем Политбюро, который уже будет создан в марте 1919 года на восьмом съезде партии и будет уже прописано в уставе партии, как один из руководящих органов этой партии. Но самое важное даже не в том, что Сталин был в этом первом революционном составе Политбюро ЦК, а то, что после первого кризиса Советского еще временного правительства, я это подчеркиваю, и создания первого коалиционного Советского правительства в составе большевиков и Левых СССР, 29 ноября 1917 года будет создано внутри партии большевиков «Узкое бюро ЦК РКПБ» или тогда еще РСДРПБ в составе всего четырех человек. Это Ленин, Сталин, Троцкий и Свердлов. Вот это ярчайшее доказательство того, что Сталин наряду с Троцким, Ленином и Свердловым был одним из вождей партии уже тогда, в 1917 году. А все остальное – это уже от лукавого. Теперь, например, то, что касается его избрания на пост генерального секретаря. Опять-таки, в годы Горбачевской перестройки была запущена байка по поводу того, что Сталин занял этот чисто технический пост по инициативе Каменева и Зиновьева, которые хотели, в общем-то, попользовать Сталина в борьбе с Троцким. Речь идет, прежде всего, конечно, о Григории Зиновьеве, наиболее амбициозном человеке после Троцкого. Но это, опять-таки, миф и ложь. Все это делалось понятно, почему. Надо было оторвать Ленина от Сталина, Сталина от Ленина. Дело в том, что решение о том, что Сталин займет пост генерального секретаря, было принято исключительно по инициативе Ленина, еще до 11-го съезда партии. Затем, на 11-м съезде партии, когда формировался состав ЦК, и есть документ, написанный Лениным, то там, напротив фамилии Сталина, был написан генеральный секретарь. То есть это решение было не просто принято на организационном пленуме ЦК, который всегда проводится по итогам работы любого съезда, избрания нового состава ЦК, а затем и избрания на организационном пленуме руководящих органов партии, то есть политбюро, оргбюро и секретариата ЦК. Так оно было дважды продублировано. Сначала на съезде, чего, собственно говоря, не требовал партийный устав, а затем уже и на организационном пленуме ЦК. Более того, в одной из своих записок, адресованных Сталину, он прямо написал, что две трети своего времени Сталин должен посвящать именно работе на посту генерального секретаря, а остальную треть – работе на двух еще важных постах наркомов по делам национальности и рабочей крестьянской инспекции. Я напомню, что он до 1923 года вынужден был занимать эти наркомовские посты. Уже тогда было понятно, что Ленин не случайно инициировал назначение Сталина не просто на этот пост, а на существенное поднятие вообще этого поста внутри партийной иерархии. Потому что я напомню, что до этого такой организационно-технической работой внутри аппарата ЦК занимался просто секретарь ЦК. И до Сталина эту должность кто занимал, кто знает? Молотов. Я прошу прощения, но это так его называли «каменная жопа», в том смысле, что он был такой в хорошем смысле бюрократ, и Ленину это очень не нравилось. А Молотов, кстати, он тоже был одним из ближайших ленинских соратников, потому что он входил в состав политбюро. Правда, в статусе кандидатов члена, но тем не менее. В статусе кандидатов члена был и Бухарин, например, при Ленине, понимаете? И Дзержинский. И то он занял этот пост практически уже, когда Ленин был при смерти. Так что списывать вот это дело нельзя. В связи с этим я хотел бы сказать проходящий тезис о том, что Сталин уничтожил Ленинскую гвардию. К сожалению, на мой взгляд, этим грешат и мои уважаемые коллеги. Я не буду поминать конкретно. Но я хочу сказать, что это неправда. Сталин не уничтожал Ленинскую гвардию и цели такой не ставил. То, что он уничтожил часть Ленинской гвардии, космополитическую часть, это да. Но говорить о том, что он уничтожил всю Ленинскую гвардию, а тем более противопоставлять Ленина и Сталина, это, извините, вы льете воду на мельницу наших врагов. Ленин и Сталин – близнецы и братья. Сталин всегда подчеркивал, что он ученик Ленина. Сталин всегда был революционером, большевиком, диалектиком и демократом. Лепить из него образ Красного Императора – это опять-таки лить воду на мельницу наших классовых врагов. Вот это надо четко уяснить. И вот почему не понимают этого мои коллеги, в том числе и покойный Александр Владимирович Пыжиков, а мы с ним спорили на эту тему, я ей-богу не понимаю. Если вы возьмете ленинские статьи, например, ту же знаменитую статью о национальной гордости великороссов, то Ленин там выступает как наиболее яркий и последовательный защитник интересов великороссов, русского народа. И критика Ленина, например, политического режима царской России – это не есть критика русского народа как такового. Не надо вот тень на плетень. Если кто-то из нас, например, сейчас выступает с критикой против нынешнего режима, это что, есть критика русского народа, что ли? Да нет, конечно. Так и здесь. Поэтому вот это надо иметь в виду. И в идеологической борьбе вот эта вещь чрезвычайно важная. То, что в ближайшем окружении Сталина было полно представителей старой Ленинской гвардии, то есть людей, которые вступили в партию с незапамятных времен. Ну, например, я не говорю про Калинина, у которого партийный стаж исчислялся с 1998 года, как у Сталина. То есть с момента создания, собственно говоря, РСДРП. Но даже возьмите того же Клима Ворошилова, Сергея Мироновича Кирова, Валерия Владимировича Куйбышева. Они членами партии были с 1904 года. Причем они принимали участие в партийных съездах дореволюционных. Возьмите того же Молотова. Он был членом партии с 1906 года. Шверник Николай Михайлович был членом партии с 1905 года. Каганович Лазарь Моисеевич был членом партии с 1911 года. Жданов Андрей Александрович был членом партии с 1915 года. Андрей Андреевич Андреев и Анастас Иванович Микоян были членами партии с 1914 года. Это что, не Ленинская гвардия, что ли? Многие из них, кстати, стали членами ЦК при Ленине. В 1921-1922 годах. Тот же Ворошилов, например, тот же Микоян, Молотов и так далее, и так далее. Так что вот этот ходячий тезис о том, что Сталин уничтожил Ленинскую гвардию, это ложь. Причем преднамеренная ложь, имеющая сугубо политическую окраску. И поддаваться на подобного рода провокации никоим образом нельзя. Они хотят отделить, так сказать, ленинизм от сталинизма. Представить дело таким образом, что Сталин стал вождем Красной империи, императором и повернул вспять, так сказать, сам курс партии. Возник термин «национал-большевизм». Опять-таки, откуда он возник-то? Вы смотрите истоки происхождения этого термина. Это сменовеховцы. Это Бердяевские, Пун и компания. Это они впервые употребили этот термин «национал-большевизм». А потом мы удивляемся, почему в Европарламенте ставят на одну доску гитлеризм и сталинизм. Национал-большевизм, национал-социализм, национал-фашизм. А далее по списку. Кто впервые поставил на одну доску Гитлера и Сталина еще до войны? Это вот эти самые ребята. Тот же Бердяев. Так что уши растут у этого явления с незапамятных времен. И сейчас им активно пользуются все, кому не лень. Я не говорю про европейцев. Наши либералы, царебожники, они на все лады об этом свистят. Но, к сожалению, деятели культуры, они всегда занимались этой проституцией. Увы, понимаете? При всех властях и в шоколаде. Вот Гранина, например. Сейчас им памятник открыли. Слушайте, у нас такое количество выдающихся русских, советских писателей. Им памятники не открывают. Вот можешь башкой дверь вообще там разбить, превратить ее в труху, чтобы поставили памятник, например, там Константину Симонову, условно говоря, да? Который по своему значению и, так сказать, творческой гениальности куда выше Гранина. Нет. А Гранин при коммунистах был героем соцтруда. Нормально, да? Лауреатом госпремии. Был секретарем союза писателей, руководителем Ленинградской писательской организации, руководителем парткома писательской организации города Ленинграда. Писал доносы на своих, так сказать, сотоварищей в ЦК и Ленинградский обком и горком партии. Был в шоколаде, потом советская власть рухнула, и он в таком же шоколаде при капиталистической России. Орден Андрея Первозванного, значит, четыре ордена за заслуги перед Отечеством, и пошло и поехало. Вы Эдика Рязанова возьмите, такой же хлыщ. И таких примеров можно привести сколько угодно, понимаете? Марк Захаров. Абсолютно бессовестная публика, которая еще считает себя вершителями или властителями Дум. Это опять-таки к вопросу о человеческой порядочности. Почему я, кстати, уважаю очень того же Юрия Васильевича Бондарева, дай бог ему здоровья. Потому что он остался верен своим идеалам. Юлия Друнина так вот трагически ушла из жизни, но осталась верна своим идеалам. Так что вот так вот. Теперь что еще хотел сказать. Поскольку времени у нас немного, я хочу, чтобы вы задали побольше вопросов по поводу Ленинградского дела. Я тут, кстати, разговаривал с Игорем Сергеевичем Шишкиным. Ну так, набегу. И потом в этот же день вечером я разговаривал на эту тему с Поляковым. Потому что я увидел их программу на канале День ТВ, где они опять говорили про ленинградцев, как некую русскую партию и так далее. Вот это важно, на мой взгляд, чрезвычайно важно подчеркнуть и вот этот вот очередной миф развеять. Я буквально на днях получил от Андрея Владимировича Сушкова, это Свердловский историк, очень приличный историк, молодой, там ему лет 40, даже может чуть поменьше. Но талантливый историк, книгу «Ленинградское дело». И я ее прочитал, эту книгу, за два дня, специально вот к нашей встрече. И очень рад, что я получил лишнее подтверждение всем моим выводам и убеждениям о том, кто такие на самом деле были ленинградцы. Значит, первое. Впервые у меня возникли серьезные сомнения по поводу вот той концепции, которую нам навязывали в годы перестройки, о том, что ленинградцы – это, дескать, русская партия внутри ЦК РКПБ. Еще где-то вот на рубеже 80-х, 90-х годов. Но они возникли на уровне интуиции, ощущения. Потом, когда я познакомился с работами Юрия Николаевича Жукова, а потом и познакомился с ним и разговаривал на эту тему не раз, то у меня возникла уже убежденность в том, что вот эта конструкция, она лживая сама по себе. Что Жданов не был никаким лидером ленинградской партийной группировки. Что у Жданова с Кузнецовым были самые отвратные отношения, особенно в конце войны и после войны. Более того, я своими руками видел, значит, постановление секретариата ЦК, подписанное Ждановым по поводу Кузнецова, где он снимался с должности руководителя отдела кадров и перемещался на менее значимую должность в аппарате ЦК. Ну, простите, своему движенцу подобное, так сказать, ну, никто не будет делать, да? Да, так вот, о чем идет речь? Потом я выяснил, нашел, так сказать, подтверждение. Вот эту идею о том, что Сталин уничтожил в лице ленинградцев русскую партию, значит, такую национально ориентированную, как бы противостоящую вот этому космополитическому, значит, ядру внутри самой партии. Подбросил этим идиотом, я прошу прощения, я имею в виду пролибералов наших, церебожников, Александр Николаевич Яковлев. Для чего он ее подбросил? Совершенно очевидно. Согласно его алгоритму, Сталина надо было просто с ног до головы облить грязью. То, что он там выселил чеченцев, ну да, то, что он там крымских татар выселил, ну да, то, что он там калмыков, так сказать, потрепал, ну да, ну, что-то как мелковато, что-то там. Сколько их там чеченцев, крымских татар? А здесь он уничтожил русскую партию. О, Сталин-то враг русского народа? Ну, я вам рассказываю про эту русскую партию. Я вот прочитал эту книгу, слушайте, я человек не сентиментальный, но то, что я прочитал, меня повергло в шок. Документы я читал. Просто в шок. У меня волосы дыбом стали. Эти подонки, я другого слова не подберу, Кузнецов, Попков, Капустин, Лазуткин и вся ленинградская партийно-хозяйственная элита сверху донизу, до всех райкомов, и во время войны, и после войны вытворяла такое, что мама не горюй. Ну, например, в годы войны в одном из районов Ленинграда руководство этого района напивалось в бункерах с девицами, а потом устраивало стрельбу по портретам Сталина, Жданова, Молотова и так далее. Это самое безобидное, что они вытворяли. Ну, например, в 1942 году руководитель Лен Гор Транса за восстановление, значит, движения по Ленинградским улицам, трамваев и там других, так сказать, подвижных средств был удостоен подарка золотых часов за пять тысяч рублей. Откуда эти были взяты золотые часы из ломбарда? Потому что невостребованная меч умершего человека, она должна была сдаваться в ГУХРА, ну и так далее, да? Там прям, я вот читал, например, записку Зверева, наркома финансов Маленкова. Просто, вы знаете, у меня слов нет. Вот у кого есть возможность, почитайте эту книгу. То, что, вот, например, вот приезжает Кузнецов в какой-то райком ленинградский, стоит на трибуне первосекретарь, выступает. Если он не прерывает свое выступление, не представляет Кузнецова портактиву, его снимают с работы. Он должен был прервать свой доклад, представив Кузнецову, потом они засекали время, сколько аплодисментов будет адресовано Алексею Александровичу, значит, и так далее. Какие он пышные торжества себе устраивал, например, в связи с переездом в Москву в 45-м году. Весь город на ушах стоял. Весь московский вокзал был в трансфарантах, значит, там чуть ли не парадным маршем проходили войска Ленинградского военного округа, целый концерт устроили и так далее, и так далее. Что устраивал, например, Попков, когда он на охоту ездил. Ему сделали специальную дрезину, ее литером пускали по всем железным дорогам. Как они у колхозов там забирали земли, устраивали на этих землях рыболовецкие охотничьи хозяйства. И так далее, и так далее, и так далее. Они просто там распоясались, да нельзя. Когда Сталин об этом узнал, то понятно, что судьба этих подонков была предрешена. Дальше. Мало кто об этом знает. В 1937 году на февральско-мартовском пленуме ЦК Сталин пробил с огромным трудом решение о том, что отныне все руководство областных, краевых, республиканских и городских комитетов партии избирается на отчетно-выборных конференциях тайным голосованием. До этого не было этого. И он строго следил, что вот это одна из основных позиций сталинской власти, чтобы она никоим образом не нарушалась. Тот же Сушков приводит примеры отчетно-выборных конференций 1948 года по разным областям и краям Российской Федерации. Там и Ростов, и Ярославль, и Кострома и так далее. И там первые, вторые, третьи секретари обкомов и горкомов партии получили от 10 до 130 голосов против. То есть там реально были показаны цифры, потому что Сталину и другим членам полибюро важно было видеть то, как относятся местные партийные кадры, партийный актив населения того или иного региона к вот первым секретарям. Отсюда, так сказать, делать и своевременные кадровые перестановки, передвижения и так далее. Так ленинградцы плевали на это. Ведь там с чего началось закручиваться ленинградское дело? Один совестливый человек написал в ЦК донос, ну по-русски говоря, и сказал, что я член счетной комиссии, я своими глазами видел, что против Попкова, Лазуткина, Капустина и так далее было подано столько-то голосов против. А когда нам Тихонов, ну там один из заведующих отделом обкома и горкома партии, он тогда был еще объединенный, стал зачитывать в результате голосования, то оказалось, что они получили ноль против. Что они были избраны единогласно. Это что такое? Это что за чиковтирательство? И так далее, и так далее. И тогда Сталин дал команду Маленкову проверить. Маленков поехал в Ленинград и стал это дело раскручивать. Потом туда поехал госконтроль, министерство госконтроля, которое возглавлял Мехлис. Потом туда поехали инспекторы из комитета партийного контроля, Матвей Шкириатов. И они вот это все накопали. Причем сам Сушков пишет, что все вот те сведения, которые он приводит в книге, это то есть маленькая толика того, что ему удалось раздобыть в архивах. Потому что большая часть дел до сих пор засекречены, и к ним доступа для историков нет. Я представляю, что там в этих документах. Поэтому я вас призываю, кто интересуется историей, не замыкаться на чтение или изучение какого-то одного источника. У нас очень часто так. Выберут себя в качестве кумира одного историка и читают. И на базе этого формируют свои знания о нашем историческом прошлом. Потому что любой профессиональный историк знает, что историография — это есть высшая математика истории. То есть знание всего комплекса работ по той или иной теме или по той или иной эпохе дает такое многомерное представление. И опять-таки не строить лживых конструкций из головы. А потом пытаться подогнать под эти конструкции какие-то факты. Идти надо все-таки от фактов. А потом уже от всякого рода конструкций. И пытаться запихнуть весь многомерный исторический процесс в эти конструкции, мне кажется, что это контрпродуктивно. Так что расправа с ленинградской группировкой была совершенно оправдана, законно и показательно. Чтобы другим не в попад было. потом у нас очень любят свистеть. Он на корню там изничтожил всех ленинградских руководителей. Ну еще бы. Кузнецов занимал какой пост 45-го года? Руководителя управления кадров. Вот он и таскал всех. В Ярославский обком, в Крымский обком, в Псковский обком, в Новгородский обком и т.д. и т.п. И эти ребята, которые там в Ленинграде поднабрались вот этой всей мерзости, они потом это стали проецировать и в тех местах, где они назначались. А то, что была идея создания внутри ВКПБ ЦК РКПБ, это да. Впервые эту идею я тоже документы смотрел. Сталину предложил Родионов. Михаил Иванович это председатель Совета народных комиссаров и затем Совета министров РСФСР выходить из Ленинграда. А потом ее активно поддержали и ряд ленинградских руководителей. Но их идея была какая, что они добьются у Сталина действительно учреждения этой российской компартии, отдельной российской компартии. Первым секретарем станет Кузнецов и по сути, по факту он станет вровень со Сталиным. То есть, там внутри закладывалась мина, у нас любит Владимир Владимирович про мина рассказывать, но вот это реальная мира, противодействие между двумя вот этими фигурами. Сталин и Сталин эту опасность увидел. Да, ну и последнее, о чем я хочу сказать, это актуально в связи с тем, что наш президент в последнее время начал наезжать на Ленина. Я вчера как раз был в мавзолее Владимир Ильича и участвовал в изложении этих цветов на могилу Сталина, да. Вот, но у нас тоже ходят, слушайте, в мавзолее идут, селфи делают. Вообще уже вот, ну. Ну, что, и в храм перед мощами не, а что, сходи на кладбище, выкопай какую-нибудь могилку и сделай селфи. В чем проблема-то? Постмодерн. Да не постмодерн, это у нас в психиатрии плохо работает. Каков министр такая психиатрическая помощь, понимаешь? Я тут слушал этот, значит, интервью Медведева этим 20-ти там каналам. Слушайте, ну это, вот сидит человек в собственной беспомощности расписывается, он вообще, они что, вообще не понимают, что? Сидит и говорит, я цитирую, я просто в шоке, когда это услышал. Вы знаете, у нас, мы вот тут с Владимиром Владимировичем разговаривали и поняли, что у нас катастрофа в первичном звене здравоохранения. Он сам признается в этом. Он сам в этом признается. Его никто за язык не тянул. Ему никто не поставил сюда пистолета и не сказал, скажи-ка слово катастрофа. Он это говорит, а дальше песня. Вот возьмите, кто не верит, не перемотайте, на ютюбе наверняка. А дальше он говорит, и надо с этим что-то делать. Подскажите, что с этим надо делать-то? Он кому этот вопрос задает? Да, и последнее, вот по поводу этих мин замедленного действия. Слушайте, во-первых, начнем с того, что большевики пришли на развали на Российской империи. Вот это надо четко себе осознать. Существовали десятки квази-государственных образований. Им надо памятник поставить в каждом городе, что они стянули Российскую империю буквально, вот что называется, на последнем этапе ее гибели. да, они пошли на создание такой федерации, национальной федерации. Дело в том, что вообще большевики изначально были унитаристами. Они не были федералистами, например, как эссеры. Те-то вообще там собирались создавать и культурно-национальную автономию, и государственную автономию, и так далее. Но жизнь заставила их это делать, потому что Ленин, Сталин и другие, они были диалектиками. Другое дело, что там внутри партии возникли споры по поводу того, какая должна быть эта федерация, каков должен быть круг полномочий и предметов введения субъектов и самого федерального центра, и так далее, и так далее. Сталин выступал с планом автономизации. Он действительно считал, что вот эти национальные республики, они должны войти в состав России, значит, большой России, как автономия. А Ленин говорил о том, что нет, мы будем строить типа федерацию равноправных республик. Но опять-таки, а Ленин ли это предлагал? Вот это большой вопрос. Почему? Дело в том, что вот этот национальный вопрос, он стал активно будироваться осенью 22-го года, когда у Ленина уже был инсульт первый. Он первый инсульт перенес еще в мае. Потом он выкарабкался из него, и вот в конце сентября Сталин с Ленином встречается в горках. А потом у Ленина происходит новый инсульт. И вот эти знаменитые его последние работы, в том числе к вопросу об национальностях и автономизации, это не письменная ленинская работа, это надиктовка. А у нас нет аутентичного ленинского текста, где бы мы могли стопроцентно сказать, что это ленинский автограф. Понимаете? А кто это надиктовывал? И надиктовывал Ленин вообще? А может быть кто-то это написал? И потом, когда принималась, ведь там была комиссия Куйбышева создана, которая занималась вот этим вопросом урегулирования споров между грузинским ЦК и федеральным ЦК, ну в смысле большим ЦК между там украинцами и нами и так далее, и так далее, то на заседание этой комиссии пришел Каменев и бросил фразу, я только что был у Ленина и он мне сказал, что строим вот такую федерацию. А был он у Ленина, не был он у Ленина, говорил ему это Ленин или не говорил, он вообще там одно время слово мяу сказать не мог, понимаете? Не то, что слово федерацию произнести. Хотя по логике понятно, что большевики, все большевики до поражения германской революции 23-го года, они в принципе не отрицали мировую революцию. Хотя еще после окончания гражданской войны в 21-м году в полемике с Бухарином Ленин говорил, что тот, кто верит в скорую мировую революцию, тот идиот. Это он рисовал прежде всего Николаю Ивановичу Бухарину. Понимаете? Он тоже, что мы должны уметь отступать. Вот на волне спада революционного процесса мы должны уметь отступать. Он вот эту вот тему все время повторял во многих своих работах 21-22 года, когда он еще умел писать, например, о значении золота теперь, после полной победы социализма. Он там открыто пишет о том, что в коренных вопросах экономического строительства мы должны прибегнуть к постепенно методам, к обходным маневрам, что мы должны прибегнуть к реформизму. Понимаете? То есть, фактически, он там становился на позиции биржианства и так далее. Почему? Ленин был диалектик. Он всегда шел от жизни, а не от доктрин пустых, как Бухарин. Почему он, кстати, в бухаринской характеристике и сказал, что Бухарин считается законно любимцем всей партии и крупнейшим теоретиком партии, но его теоретические воззрения не вполне марксистские. Я думаю, что он никогда не учился и не знал вполне диалектики. Он его пригвоздил, по сути дела, как кабинетного доктринера. Так вот, тогда еще участие руководства большевистской партии была иллюзия, что революция в Германии победит. Ну, представьте себе, если в Германии возникает советская власть, она что, войдет в состав России, но это абсурд. Она могла войти только в состав Советской Федерации наравне с Россией. Отсюда и такая форма национально-государственного устройства. Но у нас любят говорить, что Ленин заложил бомбу. Да ничего не закладывал. Это стрелки переводят. Развал Советского Союза произошел из-за предательства Горбачева и Ельцина. И Ленин тут ни при чем. Вы еще вспомните Ивана Третьего, который собирал удельное княжество. И при нем удельная система существовала. Последние уделы были уничтожены Иваном Грозным. Понимаете? Удельная система Древней Руси, ну так, грубо говоря, это тоже та же самая федерация. Понимаете? Ты сегодня, так сказать, в составе этого государства, а потом ты признавал фезеренитет другого, там, соседнего, например, литовского князя, и переходил вместе со своими землями и со своим княжем под его руку. Вот и все. Потому что тогда, в Средневековье, понятие государства, как таковое, оно отсутствовало. Потому что служили прежде всего государю. Понятно, да? Понятие государства и государя не сольются у нас, например, только при Петре Первом. Потому что до Петра весь служил и люд, начиная там от представителей бояра-княжеской аристократии и кончая детьми боярскими, то есть провинциальным дворянством, они конкретно служили государю, а не государству. А соединение этих понятий произойдет уже при Петре. И Петр сам себя назовет первым слугой государства. Понятно, да? Я что-то заболтался, давайте вопрос. Дмитрий из Саратова. Вопрос касаемо осени патриарха. На момент смерти Сталина, насколько я знаю, два с половиной миллиона заключенных. Причем распределение много с короткими сроками заключения, полгода там, вот насколько я знаю. Сталин умирает, амнистия, причем готовит Берия, подписывает Порошилов. Я знаю, кто готовит, вопрос, Порошилов не готовит. Вопрос, то есть получается, что как бы Сталин держал в тюрьме два с половиной миллиона, все остальные были против и тут же выпустили, получили мы холодное лето 53-го. Почему такое большое количество заключенных, с чем не сравнивай, И почему амнистия, почему понадобилось срочно их выпускать? Спасибо. Во-первых, с чего вы взяли, что большое? Два с половиной миллиона, много людей все-таки. Нет, с чего вы взяли? Ну, сейчас полмиллиона. Ну, сейчас не полмиллиона. Слушайте, давайте не будем вот это большое и так далее. люди сидели по делу. Это была амнистия, а не реабилитация. Вы понимаете разницу? Это государство пошло, просто проявило акт милосердия. Вот и все. Но столько преступлений, значит, совершали. Почему сидело? Ну, почему? Ну, почему у нас люди идут, убивают, грабят, насилуют и так далее? А почему понадобилось амнистия? Слушайте, ну, это уже другой вопрос. Так, вы вопрос один задали, а теперь задаете второй. Почему вам понадобилось амнистия? Вы книгу мою читали? Пока нет. Не, ну, вот вы в книге почитайте, там приводится несколько точек зрения, в том числе Прудников, Жукова и других историков, которые по-разному отвечают на этот вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. Ну, хрущевская слякоть, я там освещаю этот вопрос. и привожу разные точки зрения историков, публицистов на ваш вопрос. Вот там прочитайте, пожалуйста, там будут разные точки зрения. Кто-то считал, что это был акт милосердия, кто-то считал, что Берия, например, собирался специально с помощью этих уголовных элементов дестабилизировать обстановку, получить, значит, особые права для Министерства внутренних дел со всеми вытекающими последствиями, кто-то считал, что надо было освобождать перенаселенные колонии, ну и так далее. Вот там в книжке все это написано. Просто сейчас нет времени это подробно освещать. Могли бы вы ответить на вопрос о причинах выселения народов Кавказа, в частности, калмыков и карачаевцев? Слушайте, я прошу прощения, значит, я этой темой специально не занимался, это первое. Второе, она на самом деле меня вообще мало волнует. Чего вы зациклились на этой теме-то? Вот у нас, понимаете, у нас вот для либералов все существо советской эпохи, например, там, сталинской, брежневской эпохи сводится, а у нас не было туалетной бумаги. А у некоторых там вот все существо сталинской эпохи сводится к репрессиям. А у кого-то так высыл... Слушайте, Сталин ничего просто так не делал. Если он высылал эти народы, значит, у него были веские основания того, чтобы это сделать. Тем более во время войны. А сейчас можно сколько угодно рассказывать сказок по поводу там сталинской тирании и так далее. Кстати, я, будучи профессиональным там не только историком и юристом, скажу, что более свободного демократического общества, чем сталинский СССР, я вообще-то не знал в истории. Это не фигура речи, это на самом деле так. Сталин очень многие дискуссии инициировал и активно в них участвовал. Это вот эта вот теория, европейская теория, ее начали разрабатывать еще итальянцы, потом другие европейцы, в этом активно принял участие, кстати, небезызвестный Бжезинский, теория тоталитаризма. И потом они нашим политологам, социологам, философам вот это все навязали. И у нас на всех углах, не особо понимая вообще, что собой представляет тоталитаризм, начинают рассказывать сказки про тоталитарный сталинский режим. Понимаете? У нас вообще многие политологи, слушайте, вот настолько идиоты, вот я иногда смотрю, думаю, господи, как они защитили свои диссертации, как они людям преподают. Есть понятие такое юриспруденция, форма государства, она подразделяется на три как бы составляющих. Форма государственного правления, форма национально-государственного устройства или государственного устройства и форма политического режима. Вот, она состоит из этих трех элементов. Когда мы говорим о форме государственного правления, человечество выработало всего две формы государственного правления, республику и монархию. Они подразделяются тоже на несколько подтипов. Там монархия бывает теократической, сословно-представительной, абсолютной, дуалистической и конституционной. Пять. То же самое республика бывает президентская, парламентская, республика смешанного типа, олигархическая республика, характерная, например, для ранних цивилизаций Греции, Рима, и плюс еще Советская республика. Это особый тип республики. То, что мы говорим о форме государственного устройства, это тоже два типа. Унитарное государство и федеративное. Промежутком между ними является конфедерация. А дальше идет форма политического режима. Демократический режим или антидемократический. Они подразделяются тоже между собой. И когда у нас путают форму государственного правления и политический режим, но это, извините, вообще абсурд. Как это так? Монархия и демократическая это? Так это разные вещи, суть. Потому что монархия это форма правления, а демократия это форма политического режима. Понимаете? Я все-таки хочу немножко нарушить правила и поблагодарить Евгения Юрьевича за потрясающий правдивый учебник истории. Спасибо. Известна фраза Сталина недословно, что когда я умру, империалисты обдурят вас как котят. Это он обращался к своему окружению. Если Сталин это понимал и осознавал, почему же он не создал орден таких сподвижников, которые бы продолжили его дело, а немедленно и последовательно развалили? Слушайте, но вероятнее всего вот это тоже является предметом историографических споров, потому что, например, решение Организационного Пленума ЦК в октябре 52-го года, когда он серьезно перетряхнул и состав Президиума, и секретаря ЦК, говорит о том, что он, видимо, что-то готовил. Другое дело, что он буквально через 4 месяца умер. Понимаете? Но мы же все время расцениваем события с позиции постправды, то есть того, что произошло. Понимаете? Я не думаю, что Старин в октябре 52-го года думал, так, сейчас я вот здесь проведу это, а в марте, наверное, копыта откину. Понимаете? Он не собирался умирать, так же, как... Ну, я думаю, что да, не успел, что, видимо, у него были... Дело в том, что тут надо иметь еще... Я согласен с Пыжиком, тут надо иметь еще одну в виду такую вещь. Кто формировал списочный состав этих руководящих органов? Судя по всему, Сталин в этом принимал не... так сказать, не непосредственное участие. Почему? Потому что там были в этом списке фигуры, которых Сталин вообще не знал. Но то, что... Не, но я не про Хрущеву в данном случае, там речь идет о других фигурах, которые там, ну, условно говоря, там тот же Аристов, там Чесноков, там и так далее, и так далее, там Брежнев, который... Там же состав-то был увеличен 25, значит, членов и кандидатов президиума и секретаря ЦК, там, значит, 16, по-моему, человек. Но я сейчас не помню точно цифры. Но то, что этот список готовил Маленков, это однозначно. Понимаете? Вот. Я вот, кстати, опять-таки возвращаюсь к Ленинградскому делу. Вот там я и до этого знал, и сейчас. Вот, например, Андрианов, который приехал на смену всей этой Ленинградской банде, а потом и Козлов, как первый секретарь Ленинградского горкома, Фролла Романовича Козлов, который станет при Хрущеве кронпринцем. Я про него вот в своей второй книге «Хрущевская сляхость» довольно подробно пишу. Слушайте, вот, выдающийся человек, а мы о нем вообще не знаем. Трудяга, специалист, высочайшего класса. А у нас так взяли его, грязью помазали где-то, уже в забвении давно этот человек. А посмотреть, какие у него были выдающиеся достижения, какую он выдающуюся роль, например, сыграл во время войны, когда он курировал производство стрелкового оружия на том же Ижевском заводе. Ну, знаете, Ижевск это наше основное, так сказать, предприятие по производству стрелкового оружия. Вот, ну и так далее, и так далее. Никто ничего об этих людях не знает. Дутые фигуры, высосанные из пальца, во многом становятся авторитетами и мемами общественного мнения. А действительно реальные заслуженные люди, давно забыты. Вот, это вот тоже, кстати, задачи историков из небытия их извлекать. Да, давайте еще. Тоже хотел сказать спасибо за вашу деятельность, за ваши работы. Вот, и вопрос может быть не глубоко исторический. У нас был такой деятель замечательный Виктор Иванович Илюхин. Вот, он делал такое очень громкое заявление про того, что Ельцин, по приказу Ельцина был создан целый отдел по подделке документов и вплоть до подписи Сталина и высших руководителей. Вот, как вы сталкивались с такими документами? И что может сказать по этому? Слушайте, по поводу Ельцина, вы, слушайте, вы не преувеличиваете. Ельцин, Ельцина и архивы, да нет, слушайте. Да, подделывали архивы, но это, конечно, не Ельцин, это совсем другие люди. Активное участие в этом принимал Александр Николаевич Яковлев как раз. Он-то знал толк в этом деле, да, толк в этом деле и ценность, чего и как. И он был далеко не дурак и не злоупотреблял, в отличие от других. Хотя бы пивал. Но выпивать и злоупотреблять это две разные вещи. Человек, который злоупотребляет, у него с мозгами происходит полная катастрофа. Поэтому, когда Виктор Иванович говорил, что Ельцин, там чего-то, да я вас умоляю, у него кроме бутылки никаких других мыслей вообще, по-моему, в голову не приходило. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Спасибо большое за лекции ваши. Вопрос такой. Планировал ли когда-нибудь Иосиф Виссарионович вернуться к проекту автономизации Советского Союза как способ укрепления власти после 1922 года? Вы знаете, я таких документов не встречал и, по-моему, он больше этой темой не занимался. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Я как раз по профессии начинающий, правда, пока еще политолог, и поэтому у меня к вам один вопрос. Буквально в прошлом году в газете «Правда» была опубликована заметка Виктора Васильевича Тружкова о том, что Жданов в 1947 году по приказу Сталина начинал разработку новой партийной программы, которая должна была заменить старую программу ВКПБ. И вот у меня какой вопрос. Вносил ли Иосиф Виссарионович какие-то правки и какие-то заметки в предполагаемый проект партийной программы? И самое главное, почему в итоге после смерти Сталина этот проект оказался положен на полку и возобладал знаменитый хрущевский проект о коммунизме к 80-му году. Спасибо. Да, значит, послушайте, я коротко. Действительно, Жданов возглавлял рабочую комиссию по подготовке новой программы и новой конституции. Действительно, Сталин знакомился и с тем, и с другими проектами и делал поправки. Ну, например, на одной из страниц, по-моему, программа, он как раз сделал вот эту знаменитую фразу «Надо дать бой мандиалистам». И борьба, кстати, против космополитов, это была одна из граней вот этой вот борьбы с мандиалистами или глобалистами, говоря современным языком. То, что касается, почему умер Андрей Александрович Жданов. Да и здоровье Сталина уже стало серьезно. А Жданов все-таки был вторым в партии после Сталина теоретиком. Других теоретиков такого масштаба в партии, к сожалению, уже не было. Там были в основном организаторы, хозяйственники, руководители, понимаете. Сталин пытался, вот я думаю, что вот то, о чем я говорил до этого, по поводу, вот почему он так расширил состав, он, видимо, пытался нащупать вот новое поколение этих теоретиков. Потому что не случайно он там уже Шепилову, когда готовился знаменитый учебник по политэкономии, когда он писал свою последнюю теоретическую работу об экономических проблемах социализма в СССР, он говорил неоднократно, нам нужна теория, без теории нам смерть, нам нужна теория, без теории нам смерть. И вот Сталин, слушайте, вот гениальность человека, это все подтвердилось. Потому что потом начинается палеотив теории, начинается вот это вот хрущевско-брежневское пережевывание основ марксизма, представление это вот как некий вроде бы шаг там в развитии, а на самом деле этой теории не было. И сейчас мы 30 лет барахтаемся без теории. А что такое теория? Да это направление нашего движения вперед. Куда мы должны идти, какие цели должны быть поставлены, какие этапы нужны для достижения этих целей и так далее, и так далее. Вот что должна формулировать теория. То, что тот же Маркс Энгельс там и Ленин, понимаете? А сейчас этого нет ничего. Поблагодарим Евгения Юрьевича за задержательную, эмоциональную, динамичную беседу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ